И откидываем тех семян, которые есть. То есть если в этой ситуации предположить, что ну вдруг завтра мир изменится так, что опустится железный занавес. Плакать будет 20%. Несерьезно. В деревнях нет людей, совсем пусто. Ну, умершие территории, вот размером, ну даст Аскан. Когда урбанисты начинают говорить про сельское хозяйство и сельская местность, препод Зубаревич достает автомат Калашникова и будет стрелять по-македонски. Я бы вот такую хромальную мысль сказал, что на мой взгляд столицу нужно располагать где-то в районе Оренбурга. Да, я пойду валерьян купить, когда все закончится. Ну, так, если бы ну простите, я виноват вас. Для разминочки просто. Мы вот с Григорием стояли на улице. Я говорю, что вот новость прочитал на днях. Не помню кто, какие социологи, какие-то нормальные. Сделали опрос. Результат следующий. За полгода треть россиян не прочитала ни одной книги. Ни одной книги. За полгода. Вот вы когда такое слышите, у вас какая мысль в голове? Я не удивлена. И я не удивлен. Новые поколения, они вообще по-другому читают, потому что если клиповое мышление, ему книжку-то тяжело просто читать. С зуммером это большая проблема. Это я их уговариваю, что для чего надо читать книжки. Там же у этого поколения есть свое преимущество. Преимущество в том, что они в параллельных режимах могут работать. Лекции слушают, в сетях общаются, гуглят чего-то. Но большой недостаток у них память вынесена во внешнее устройство. Поэтому объем памяти для того, чтобы вы роман, например, читали, он должен быть довольно большой. Потому что вы просто связки потеряете и не получите никакого удовольствия. Поэтому я считаю, что в значительной степени, если говорить о новых таких операционных технологических, конечно, большой формат вышибается. Его в голове не удерживаешь, не пооперируешь, не насладишься. Ну, так вот. Мой плюс к тому, это же не только связано с приходом молодого поколения, которое выучено на технологических штучках. Это связано с тем, что массовый читатель переключился на жвачку, такую не книжную, в интернете почитает про... Я не знаю этих фамилий, но все время сейчас пишут фамилии Бузова. Я не знаю, кто это. Ну, не писатель, я еще на честь. Посмотреть! Нет, не читать, а посмотреть. Может, я что-то не знаю. Нет, сюжеты посмотрите. Вот сидят в интернете, и все это... Вы знаете, сколько подписчиков у сайта «Сад и огород»? Вот как-то так попрактичнее, а книжки нет ни желания, ничего. Это так понятно, что... Меня абсолютно это не удивляет. Тут другой вопрос. Если исходить из того, что в России литература центричная по культуре страна, то теперь она кого-то центричная? Потому что даже при литературе центричности мне довелось Николаю Петровичу Шмелеву, одному из властителей Дум времен перестройки, задать вопрос. Я говорю, вот, Николай Петрович, смотрите, в конце 80-х много миллионов людей прочли совершенно замечательные книжки, накопленные и выпущенные в Горбачевскую эпоху. Не просто прочли. Обсудили, поспорили, там, на улицах, на телевидении, где угодно. Я говорю, Николай Петрович, вот где все это? Ну, ответ мэтра был, я бы сказал, трагическим. Он сказал, Саша, давайте лучше водки выпьем. Это правильно? Может быть, это был такой надлом литературы центричной стороны. Тогда все примерно и закончилось. Когда началась эпоха выживания, это все ушло, маргинализовалось. Хотя литература-то есть, на мой взгляд, не своя динамика, а российская художественная. Мне кажется, что сами эти опросы, ну, это такое народный блейминг, как бы, что вот народ, вот он такой, ну, темный, там, мечтает. Вообще-то, если треть россиян не прочитала ни одной книжки, имеется в виду, что две трети россиян прочла хотя бы по одной книжке. Значит, ну, у нас 140 миллионов вообще-то. И, ну, это имеется в виду и люди без высшего образования, это все, вот треть, вообще-то это очень много, имея в виду все, что сказал Сан Саныч и Наталья Васильевна. То есть, ну, да, это при конкуренции с интернетом, при конкуренции с сериалами, при, ну, как бы, всем вот этим, две-три, то есть 100 миллионов прочитала по одной книжке. Где они взяли эти 100 миллионов книжек? Школьников у нас 15, по-моему, всего 22 миллиона ребенков. Стало быть, школьников, детсадовцев выключаем, но это где-то будет 13-15 миллионов. Принудительно читающих. Ну, студентов еще добавили. Но они выкручиваются. Дайджесты есть. Тут фильм посмотрел, тут дайджест, да, да. Все нормально. Да, комикс есть. Ну, прекрасно. Так, ну что, начиная с 2020 года, фраза «я провел отпуск в России» наконец перестала звучать иронично. Это здорово. Но страна у нас огромная, и поэтому я рекомендую все-таки к каждой отдельной поездке готовиться со своими особенностями и нюансами. Ну, например, собираясь в продуваемый всеми ветрами Санкт-Петербург, возьмите с собой шарф, потому что он вам там точно пригодится. Ну, лучше с логотипом «Зенита», потому что этот шарф вас защитит и на улице, и в баре. Так, собираясь в Татарстан, возьмите с собой разговорник, потому что, ну, местные обрадуются, если вы на татарском сможете сказать пару фраз. Ну, например, «Спасибо, хватит, чак-чака меня точно больше не влезет». Разговорник. Если вы собираетесь ехать на Алтай, возьмите с собой блокнот, чтобы записывать все эти места, которые вас потрясут. Но учтите, скорее всего, блокнот к концу поездки закончится. Но есть вещь, которая пригодилась мне в каждом путешествии. Это карта Мастеркард. Ведь с ней можно забронировать жилье на специальной странице booking.com и получить кэшбэк до 10%. Он приходит ко мне на кошелек Букинга в виде бонусов. А чтобы ни от кого не зависеть, я пользуюсь скидкой 10% на аренду любых машин на rentalcars.com. Для этого на сайте просто нужно выбрать способ оплаты – Мастеркард. Есть много способов сделать путешествие комфортным, но карта Мастеркард – самый универсальный. Все необходимые ссылки оставляем в описании. Переходите и путешествуйте с комфортом. В этом смысле, мне кажется, что все-таки при том, что бог с ними даже с опросами, можно всегда оперировать каким-то своим окружением, своей средой, в которой ты находишься. Меня все читают вакуумы. Все читают? Конечно. Ну, кого с кем я дружу, кого знаю, все читают. Ну, у меня же неправильная среда-то. У него как бы около университетская. Ну, я скажу чуть-чуть. Наш средств будет тут не очень… Нерелевантный, да, абсолютно. В этом смысле, ну, я не знаю, у меня-то есть мелкие, ну, маленькие дети, сколько их там, четверо, которые все-таки уже все, почти все начинают читать. Я ничего не могу поделать. То есть я уже понял в какой-то момент, что я никак, никак не могу не то что заставить, заставить это не мой метод. В эпоху принудительного чтения, в период принудительного чтения ребенка довольно трудно заставить читать книжку. Ну, как бы, пока тебя в школе заставляют читать книжку, дома еще отдельно ее читать. Ну, это… Я помню, что я ненавидел в школе читать книжки, ну, наверное, класса до четвертого я их не читал. Ну, там, не знаю, детские на каникулах. Потом, да, я там их стал глотать, но, как бы, пока тебя заставляют, пока это такое, ну, естественное чувство свободолюбия заставляет бороться с этим, с этой неприятностью. Не знаю. Но при этом, ну, интересно, ладно, бог с ними с этими опросами, потому что я помню, что в свое время меня совершенно поразила цифра, ну, это, правда, не вчера было, потому что до сих пор там порядка 80, по-моему, процентов граждан Российской Федерации, из тех, кто может иметь заграничный паспорт, этот заграничный паспорт не оформили. Ну, максимум 20, 15, да, 15-20 процентов меньше. Вот это вы, вы как это объясняете? Абсолютно нормально. То есть 30 лет от границы открыты. Ох, ох, это интеллигенция, ну, вот как же она меня просто удивляет. Элементарно, Ватсон, знаете ли вы, что у нас уже сейчас 12, а в начале нулевых 29 процентов населения жило ниже черты бедности. Сейчас 13-12 и еще 14, чуть выше черты бедности, полтора прожиточных минимумов. При том, что у нас парожиточный минимум физиологический, выжить, прокормиться как-то. Картошка, хлеб, чтобы 3000 калорий набрать. 24 процента, какая за границей? Какая? Вы о чем? Ну вот, Наталья Бусильевна, странная, конечно, со стороны экономиста это возражение, но я знаю людей, которые очень скудно живут и при этом ездят как-то автостопом и объехали пол Европы. Это когда человеку хочется. А мы же про то. А я про другое. Говорить не можем. У большинства хочется, знаете, что? All inclusive, Турция, заехал никуда ничего и спевастик. Мне тоже загранпаспорт нужен. Они и в Турцию не хотят. Мне кажется, то, что Наталья Васильевна говорит, все-таки более принципиально. Мы бедная страна, бедная. То, что бывают люди, которые хотят... У нас мобильность городская и крупногородская. А сколько людей, которые, будучи в Москве, ни разу не были в Воронеже? Да, вообще-то, практически никто и не был. Не обижайте, не обижайте. Я говорю, статистически ничтожное количество москвичей побывало в Воронеже. Поэтому старшие ездят мало, кроме старших городских образованных. Я вам просто по стратам могу расписать, кто ездит. Это и будет те самые, максимум 20%, а остальные... Но у нас крёп даже не на Сочи, а на Анапу. И выбрался с детьми. Потому что это практически физиологическая потребность. В холодной стране к тёплому морю. С длинными, тёмными зимами вырваться к тёплому морю. Давненько вы не смотрели, как идут колонны машин сейчас на Крым по мосту. Толпы ездят машинами, потому что так дешевле. В общем, от богатства страны это не зависит, потому что, например, скандинавы, безусловно, очень состоятельные люди. Мой друг работал спортивным врачом во Франции. Вот он говорит, что скандинавы, когда приезжали на Ривьеру, он твёрдо знал, что каждый из них обгорит. Потому что потребность в Солнце настолько велика, что пока человек не убедится в том, что он всё вычерпал до болезненного предела... Точно, точно. Поэтому это сильный двигатель мобильности у нас в стране. Но внутри, скорее, страны, правильно? Нет, можно и в Турции. Ну, согласна. Нет, есть тут предпочтение. То есть, вообще-то, если ты накопил на Сочи, считай, на Турции ты на две накопил. Абсолютно. Но, тем не менее, как бы... Это правда. Случай идёт потом. На 5 миллиардов, вот боюсь сказать, всё-таки рублей, были сделаны на май заказы в Турцию, которые все слетели к чертям собачьим. На 5 миллиардов, как только калиточка открылась, на майские до конца мая народ попёр. Так что, ну, а загранпаспорт там нужен, но это же города. Выкидывайте, к чёрт твоей матери, 25% сельского населения. Выкидывайте туда же. Малые города. Туда же. Малые города, посёлки городского типа. Это 35% населения. Но севера прибавляйте. Севера прибавляйте. Кроме сельских. А посёлки городского типа мы будем брать только там, где добывают нефть и газ. Другие не надо, там жизни нет. Вот уже 35% минус сразу. Ну, что такое нефть и газ? А что, Норильск не ездит? Нет, там посёлки городского типа другие. Да, их парочка есть, да, согласна. И экспортные другие ресурсы. Дальше. Средние города. 32%. Там от 50 до 250. Ну, около трети. Они все дико разные. Есть живые, как кто-то зарабатывает. Ну, пожалуйста, какой-нибудь старый оскол, металлургия. Они зарабатывают, они ездят. А что делать? Как вы поедете? Ну, сейчас вам что-нибудь такое. Ну, из Киниш. Пожалуйста. Могу ещё добавить. Десятки городов. Недохода. Да, честно говоря, нежелание. Люди побаиваются. Языка не знают. Порядков не знают. Деньги тратишь. Что там будет? Тут ещё и сочетание такого вот некоторого страха перед сохраниться. Оно присутствует. Поэтому то, что у нас у 20% есть паспорта, да, мало. Потому что у нас только в миллионниках живёт 23% населения. Ну, практически вот получается... Полумиллионники, ещё 10, 30. Бабок откидываем, малых детей откидываем в тех семьях, которые не ездят. Ну, вот оно и да. То есть, если в этой ситуации предположить, что вдруг завтра мир политически изменится так, что опустится железный занавес, ну, просто. Вот не будет никакой возможности. Плакать будет 20%. Несерьёзно. Плакать будет 20%. Серьёзно, поскольку это, в общем... Это самый активный 20%. По всем пунктам это элита. Ну, то есть, вернее, не элита, а верхние 20%. Нет, это средние классы. Нет, верхние 20%. Они будут, они будут. Поэтому для развития страны это серьёзная проблема. Это будет удар. Ну, просто совсем. Ну, потом зачем железный занавес? Удивители, я-то считаю, что у нас две страны в одной. Ну, и вот Наталья Васильевна лет 15 назад статью 4 России сделал, которая на меня неизгладимое впечатление произвела. Я статью не делала, я в «Ведомостях» что-то написала. В «Ведомости»? А в «Ведомости» это не публикация, да? Нет, ну, я думала, это не научная. Нет, не научная, не научная. Но, понимаете, мне кажется, что... Что значит «кажется»? Это я... Да вы это знаете. Вы знаете. Мы, в общем, 5 лет исследуем вместе с российской венчурной компанией, центром стратегических разработок, институтом национальных проектов, от моей коллеги по экономическому факультету МГУ, исследуем социокультурные характеристики в стране, регионы в целом характеристики в стране. И вот вы знаете, что получается? Мы, с одной стороны, по мировым исследованиям, это было известно давно, на медиане между коллективизмом и индивидуализмом. Но ведь это по-разному может быть, это может в каждом из нас сидеть немножко азиат, немножко европейцы. А в России не так. В России, я бы сказал, примерно 25% в мегаполисах и за Уралом до Сахалина – это индивидуалисты. Причем ярко выраженные. Со спросом на свободу предпринимательства, модернизацию, демократию. И примерно… Да, кстати, их явным признаком является то, что они положительно отвечают на вопрос, можно ли доверять большинству людей. Они скорее положительно отвечают на вопрос, что… людей можно доверять. Ну, потому что иначе очень сложно быть мобильным и контактным. А остальные 75% – это коллективисты, ярко выраженные, опять-таки, со спросом на справедливость, государственную поддержку, стабильность. Потому что для них ужасные воспоминания о 90-х годах. И они совершенно другой импульс подают власти. Они другого хотят. Мы такая двухъядерная культура. Если хотите, двояко дышащая страна. Поэтому, если говорить о том, что будет означать железный занавес, если только он опустится. Видите, какая штука? Эти мегаполисы и зауральдия, или, скажем, такая иросиня индивидуалистическая, они играют ведущую экономическую роль в стране. А остальные 75% – они играют фундаментальную политическую роль в стране, потому что на них стоит власть. Да-да. Для развития власти нужна и Россия. Без нее не получается. Для стабильности нужна К-Россия. И вот идет все время балансирование и разделение. Для и России закрытие границ будет катастрофой, конечно. Просто катастрофой. Потому что быть конкурентоспособным, не имея мировой коммуникации, это означает, ну не знаю, себя самого резать, уничтожать. А для К-России это может оказаться незаметным. Тем более, мы же не Бельгия, не Чехия. Большая страна. Хочешь на правую езжай, хочешь на левую, хочешь на север, хочешь на левую. Второе лето осваивают. Тренируется. Да. Закрыта ж граница. Мы же видим этот эксперимент в натуральном виде. Что вы думаете по этому поводу? Я отношусь к этому абсолютно спокойно, потому что власть не безумна, она рациональна. И она ни в коем случае границ закрывать не будет. Принцип очень простой. Не нравится? Вали. И это укрепляет... Или не нравишься, тоже вали. Тоже вали, да. Это укрепляет долю тех, кто вполне в одном волне с властью, готов как бы принимать то, что происходит. А те, кому не нравится... Потому что есть все время такое ощущение. Но пока деньги есть, мы купим эти технологии. Ну, в крайнем случае, наймем. Сейчас все сложнее, конечно. Но опора уже четко на вот эту, по Сан Санычу, к Россию. Абсолютно. Ну, вот опять я бы сказал, правительство-то, которое у нас на самом деле экономический орган управления страной, и Россия важнее. Потому что кто-то должен делать эти партии технологий, новые разработки, в том числе военно-технические разработки и так далее. Все ж не уедут, Сан Саныч. Ну, все ж не уедут. Я понимаю, но надо же еще и стимулировать всяких этих людей, чтобы они чем-то... Там платят, да, я не спорю. Я не спорю, что и Россия вообще живет лучше. Без сомнений. Отдельный разговор, по-моему, про пространство Зауралья, потому что это отдельный... Там не лучше. Там не лучше. Там повольнее, потому что люди немножко другие. Ну, вот вам Хабаровский кейс. Ну, немножко другие люди. Ну, представьте себе чудный город Орел... Который почему-то как-то уже подзабылся. За губернатором Хабаровск? Да. Ох, не думаю. Я думаю, что не подзабылся. Там кукиш в кармане, сидит по полной программе. Нет, и Шиес помнят, и Скверик в Екатеринбурге помнят. А уж Хабаровск тем более. Потому что там, ну, люди сами, и это еще выплескалось в соседних краях, что очень важно. И дело не в качестве губернатора. Абсолютно. А дело в том, что люди другие. Там с ним нельзя так обращаться. Это и Русская Америка, а не Русская Азия, на самом деле. Географическая Азия, на самом деле, Русская Америка. Самоотбором. Ну, такая версия лайт. Можно я поправлю насчет Америки? Там по-разному. Тем более, что Америка сейчас в основном из иммигрантов экономических состоит. Мы, конечно, знаем Корнея Ивановича Чуковского в первую очередь как детского автора. Но ведь он же был выдающимся переводчиком. Благодаря ему мы открыли для себя таких выдающихся авторов, как Уитмен, О'Генри, Уайлд и многих-многих других. Но его путь к переводческой работе был совсем непростым. Он учился в гимназии, откуда его отчислили в пятом классе из-за происхождения. И ему пришлось изучать английский язык самостоятельно, по самоучителю. Но когда он приехал в Лондон, он вдруг осознал, что его никто не понимает, несмотря на его огромный словарный запас. На переучивание у него ушел еще один год. Для того, чтобы заговорить по-английски сегодня, не обязательно идти таким сложным путем и быть отчисленным из гимназии. Достаточно заниматься в Лондон-Гейтс. Это первый в России центр дополнительного международного образования, авторизованный Эдексел еще в 2010 году. Там не просто учат детей английскому, там учат думать в принципе и на языке в частности. В Лондон-Гейтс настоящие ученые преподают географию, историю, математику, физику и все это на английском. На занятиях, которые можно совмещать с основной школой, дети развиваются не только интеллектуально, но и эмоционально и творчески. Они делают арт-инсталляции и даже ставят спектакли на английском. Лондон-Гейтс это место, куда дети ходят с удовольствием. Успейте записаться на образовательную консультацию и присоединиться к Лондон-Гейтс в новом учебном сезоне в центрах в Москве, в Петербурге, в Риге и онлайн. А по кодовому слову еще не поздно, вас ждет 10% скидка в сентябре на первый месяц обучения. Записали? А ты вот, Серега, знаешь, как будет Майдадыр по-английски? Такая в наших кругах модная тема, ждут ли нас массовые репрессии. Вот как бы у нас много политических репрессий. Массовые репрессии это репрессии против какого-то слоя, против какой-то, ну там, крестьянства, я не знаю, чего-то. И, ну, вроде все говорят, что вот как бы, ну, против кого? Кто высовывается, это точечные. Да, получается все точные. Ну, в общем, реально это как раз, если это возможно, ну, если власть оказывается в таком кризисе, что она прибегает уже к этому аппарату, то как раз против этой самой и России. То есть вот надо тогда уничтожать городское население в мегаполисах. Ну, это невозможно. Это, извините, серпом поизвестное. Да, это самоубийство для страны. Ну, вот ровно из этих же соображений и железный занавес для России невозможно, потому что это меры из этой области. Это отсечение вот этого слоя, который, собственно, все-таки позволяет России быть современной страной, ну, там, в кавычках, то все, включенные в мировые процессы, тогда она начинает превращаться, ну, все. Все, она выходит из соревнований. Ну, мы, как обычно, готовимся к прошедшей войне, потому что угроза главная, на мой взгляд, не железный занавес. Согласен. А цифровой тоталитаризм, потому что Китай достроил цифровое тоталитарное государство. И сияющим утесом стоит над этим загнивающим миром. Мы, правда, не очень знаем точно, что происходит внутри, как положено, с тоталитарным государством. Но на него же косятся многие правительства, потому что все правительства ударены мешком во время пандемии, потому что они вдруг обнаружили, что население неуправляемо. Ты ему говоришь, делай то, а они не делают. В шок не впали, на мой взгляд, только несколько правительств, вроде шведского, да, вот там, эстонского, германского, которые не ожидали, что население будет действовать так, как ему скажут. Оно действовало. Шведы идеально выполняли все рекомендации. Сказали, гуляйте, а не гуляли. Да, они исходили из того, что люди ответственно будут это делать. В подавляющем большинстве стран обнаружилось, что правительства не управляют населением, как и у нас тоже, потому что, на мой взгляд, год назад резкая отмена карантинных мер связана не только с динамикой эпидемии, а с тем, что власть сделала мудрый выбор. Мудрый выбор понимает, что раз мы не можем этим управлять, давайте скажем, что мы этого и хотим. Но есть Китай. Им удалось управлять населением, которое... У нас не получится сам сам. А я тоже так считаю. Абсолютно. Я соглашаюсь, что у нас не получится. Но блазниться, вот эта мечта... А у нас не получится из-за территории? Нет. Абсолютно из-за состояния социума не получится. Потому что это уже давно крупногородской социум, индивидуалистический, где старший брат, конечно, может смотреть, но кукиш в кармане для него присутствует всегда. И поэтому люди другие. Вы можете эти камеры... Китай, тем не менее, в принципе, вот эту часть... Я прошу прощения, но в нацистской Германии социум тоже был городской. Детский вопрос. А в голову что ему вложили? Вы помните эту великую идеологию? Попробуйте сейчас россиянам вложить. Вот самый важный вопрос. Тоталитаризма без идеологической основы не бывает. А у Китая нетиражируемые идеологии. Потому что объяснить человеку, что нужно быть одновременно маоистом и конфуцианцем, российскому человеку, это вообще с ума срится. Мы пытаемся и коммунистам, и за империю, и за советскую власть. И за православие. И за православие. Давайте скажем честно. Марксизм был гораздо более тиражируемой идеологией. Сфульгаризацией и прочее. Но это можно было объяснить кубинцу, венгру, там еще кому-то. В отличие от сочетания маоизма с конфуцианством. Поэтому вот эту штуку не перенесешь. Можно попытаться сделать социальный рейтинг. Но сопротивление... Гигантское будет. Да, и оно связано будет не с тем, что людям, как бы так сказать, не нравится идея социального рейтинга, а в том, что они привыкли жить по-другому, они будут жить по-другому. Они не хотят вакцинироваться. Попробуй, попробуй сначала вот с вакцинацией, а потом уже это. Но угроза реальная в том, что власть, я думаю, не только в России, мечтает о китайской среде. Да, 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 ох, да. И тут же обмены технологиями. И камеру слежения мы, в общем, копировали у китайцев. Я не знаю, где покупали. Копировали саму эту логику процесса у китайцев. Слава богу, хватило мозгов не втыкаться в социальный рейтинг. Поняли, что мало не покажется. Мало не покажется. Поэтому мы другие. У нас тоже будет чертова туча, обломов, попыток построить, никто ж не сомневается. Но на каждую попытку будет два, три, четыре ответа. Ну, как-то так. Кстати, я количество могу это подтвердить. Мы после удара пандемии померили, мы повторили замер 17-18 года, я имею в виду исследование Института национальных проектов Российской Венчарной Компании. Рейтинг свободы снизился значительно после удара. Потому что мы такую применяем штуку, это Кейнс в свое время написал, что нельзя одновременно максимизировать свободу, справедливость и эффективность. Вот мы эту штуку закладываем. В 17-м году, в начале 18-го, россияне на первое место стоили свободу, на второе – справедливость, на третье – эффективность. Сейчас это перевернулось. На первом месте стоит эффективность, на втором – справедливость, на третьем – свободу. Нельзя сказать, что она ушла. Но было, например, 36%, а теперь 26%. Это дальше пандемия. Но это путь не в тоталитаризм, тем не менее. Потому что на ключевой вопрос, рожденный пандемией, что делать с персональными данными, а я считаю, это тестовый вопрос про современное общество, про будущее общество, 55% отвечают твердо – это наши данные, без нашего разрешения вообще ничего. 40% говорят, в случае угрозы безопасности от эпидемии, кстати говоря, больше боятся криминальных угроз, можете попользоваться, но потом верните. Нет основы китайской системы, что нет никаких персональных данных, все это собственность государству, которая о вас позаботится. Вот этого нет. Нет, оно позаботится, но другими способами. Нет, это мы понимаем. Я просто хочу сказать, что спроса на тоталитаризм в России нет. При том, что авторитарный поворот в смысле ценности, он, да, есть. Это правда. Я просто упомянул о репрессиях в связи с вопросом о железном занавесе. Что касается вот этой проблемы, цифрового контроля, ну, она вообще совсем про другое, и она просто про тотальное изменение мира, как мне кажется, а вовсе не только. То есть, на самом деле, государство и общество, как в других областях, так и в этой, соревнуются друг с другом за то, кто будет контролировать твое социальное, ну, так сказать, твой социальный, твой интернет-двойник. Да, вот как бы, если мы это даже по той же пандемии прекрасно видим, то есть, может, государство, и тогда оно там отслеживает, вот там, ну, как в Китае, действительно, если ты там не прошел, ну, скажем, у тебя нет разрешения на выход, вот когда у них был карантин, то ты не можешь войти в собственный подъезд, потому что ты должен приложить, да, эту штуку, тебе не открывается подъезд, потому что нет этого пропуска. Да, государство контролирует таким способом. Ну, посмотрите, что происходит даже сейчас у нас в Фейсбуке, когда государство не хочет это контролировать. В этом случае общество начинает немедленно, ну, до такой степени, так сказать, само себя заводить на контроль, позорить. Ну, это мы прекрасно видели там по движению БЛМ, по, ну, вот вообще, так сказать, развитию в свободных обществах идеологий, ну, очень напоминающих раннесоветские, да, когда у нас, так сказать, мы всем профсоюзным, всем это самым осудим. И я не хочу сказать, что это там как-то плохо, и там вот, ну, то есть не хочу здесь сосолидаризироваться с такими обвинениями Запада, наверное, это там прекрасно и здорово их ведет к очень хорошей жизни, но я хочу сказать, что сам статус свободы и автономии, вот, как, ну, в котором я вырос, да, и он как раз в мире теряется везде. Вот тебе, на самом деле, нам скорее придется сражаться за свою свободу, что там, что здесь, да, вот на сегодняшний день ты, как бы, ну, можешь вполне прочитать там, не знаю, в интернете, что этот человек подло скрывает размер своей зарплаты. Подождите, а что это он его должен сообщать? Вы что, вы откуда вообще? Или там скрывает свой вес? Скрывает, я вот сейчас разоблачу, он весит 86 килограмм. Ты что, с ума сошел? Почему ты должен вообще это им о ком-то сообщать? Вот это же, так что здесь, ну, цифровой мир, это новый мир, в котором мы существуем, там идет борьба за власть, как в любом социальном пространстве. Государство есть, но если государство не борется, тогда общество будет бороться. Есть еще бизнес. Да, еще придет бизнес. А бизнес – это цифровые экосистемы, которые, на мой взгляд, этот раунд выиграли пока что. Да. Потому что, я хочу сказать, им доверие выше, чем правительством. Мы обнаружили замечательный эффект в том же самом исследовании 2020 года, что идет вытеснение государства в сопровождении бизнес-трансакций со стороны цифровых экосистем, причем в самых неожиданных функциях, функции суда и полиции. Потому что агрегатор с рейтингом – это что? Это суд. Отключение от платформы – это что? Это изоляция, это полиция. Так вот, мы сначала на европейских данных, чем удобно карантин. Во время первого карантина мы это обнаружили на европейских данных. Мои коллеги – молодые по экономическому факультету. Елена Никишина и Елена Борисова. А потом мы проверили это дело полевыми исследованиями в России. В России то же самое. У нас доверие правительству летом прошлый год было 49%. Кстати, довольно много. Да. Довольно много. А цифровым экосистемам – 59%. Поэтому правительство начинает двигаться, говорит, «Эй, эй, вот мы тут тоже, мы вам сейчас клиентоцентричность построим». О, да, страшное слово питерского форума. Но я хочу Григория поддержать, потому что я полагаю, что действительно мы между молотом и наковальней, потому что то, что вызрело в Северной Америке и уже распространится в Европе, это революция. Революция, которая очень похожа на предшествующие тем, что идет отрицание истории с нуля просто. Вот нету истории всего. Задним числом применяется. А что вы делали до 1917 года? А как вы там это самое с актрисами обращались в 1982 году? Мету. Мету, да. Но это, вы найдете это во всех революциях. Кватирование. Я американских коллег, профессоров, спрашиваю, слушайте, ну вы-то в курсе, что Советский Союз практиковал квотирование десятилетиями. Вы, может, сначала на результаты посмотрите. И национальные, и гендерные, и какое угодно. Вот что-то получилось, что-то не получилось. Но честный исследователь, он сначала подводит итог, а потом начинает страстно поддерживать квотирование в своей стране. Но, на мой взгляд, это признаки революции, которая распространяется, которая до нас докатится. И я полагаю, которая тоже против автономности направлена. Можно я на шаг назад по поводу идеологии? Не может быть в том числе и цифрового тоталитаризма без идеологии. И здесь у нас сейчас идеологии как будто бы неважно. Но все-таки многие говорят, неглупые люди, на мой взгляд, что президент наш человек идейный. Человек идейный. Обладая таким рейтингом, каким обладает он, по всем меркам, до сих пор, наверное, зашкаливающий в принципе. Можно ли все-таки тогда говорить о том, что идеи одного человека, его представления о мире, являются идеологией целого государства? Нет. Его представление о мире является политикой, которая проводит это государство. Это правда. Но на идеологию это не тянет. Державность удалось немножко восстановить. Есть такое, да. Ну, имперская державность, назовите как хотите. Нравится быть сильными, чтобы нас боялись. Это стандартная ситуация. Это было и в советские времена, кто не помнит. Это тоже очень значительная часть людей считала, что мы огромные, сильные, нас боятся. И не только в советские. Потому что пространство в России всегда было ценностной категорией. Это одна из причин, на мой взгляд, почему мы имеем, с одной стороны, такую колоссальную территорию, которую не очень в состоянии освоить. Потому что пространство было ценностью не только для державы, для людей, которые бежали от этой державы. Раскольники, казаки, они в значительной степени осваивали новые территории. Они бежали за волей. Заметьте, слово воля имеет в России как пространственный, так и ценностный смысл. Выйти на боль. Поэтому пространство всегда было ценностью. И государство бежало вслед за своими подданными для того, чтобы их держать под контролем и от них получить те результаты расширения, которые те проложили за Уралом и на севере. Но это реальная ценность. Именно поэтому, на мой взгляд, не случайно, в 2014 году, когда произошел поворот крымской политики, фактически что на что обменяли? Три года падало доверие власти. С 2011 года, после рассерженных граждан. Потому что те, что требовали, надо сказать, требовали для И-России. Они ничего не предложили К-России. Вообще, честно сказать, не вспомнили. Это вообще для меня удивительная вещь, что основной опорой власти является К-Россия, но не системная оппозиция ничего не предлагает К-России. Но она митинговая. Если бы она была парламентская, а то они обращаются друг к другу. На самом деле, через интернет вы уже можете... Нет. К-Россия в интернете все. Просто в голове такого нет. Когда ты видишь людей на болотне, ты и к ним и обращаешься. Ты не помнишь о тех, кто живет в Кимрах. Вот К-Россия, это совершенно не означает, что это брошенная деревня в болоте. Это не так. Потому что мы провели тут школьный конкурс, который в 10-й год проводим. Это открытый чемпионат школы по экономике. Мы провели вынужденно в интернете. Так у нас победители из таких мест, о существовании которых я не слышал даже. Так у них больше мотивации оттуда выбраться. Вопрос... Я говорю про другое. Про то, что доступ к ним есть. Они в этой жизни участвовали. Конечно, лидеры болотные не имели ничего, что сказать. А дальше что? Три года молчания, когда власть теряла поддержку, а потом власть сказала, ну что, хотите нематериального, есть у меня Средизжава, империя. Хотите? Да. Получила на 4 года мандат, который подгорел только на пенсионной реформе. В 2018 году, на самом деле, не только на пенсионной реформе, а на том, что экономика слабо, но растет, а доходы продолжают падать в 2008 год. Да. Но 4 года власть поддерживали высоко, и я бы сказал, все выше, при том, что доходы падали. Поэтому это ценность. Пространство, влияние, сфера державы, ценность признаваем многими. С этим тоже аккуратнее, мне кажется, надо без такого, как бы сказать, облегченного отношения. Александр Александрович, я поспорила, знаете, в каком отношении. Я считаю, возможно, я не права, но у меня взгляд такой. Это вот рессентимент, то есть вот желание, как бы восстановить справедливость после распада СССР. Мы можем, мы смогли, мы восстановили. Это как бы самооправдание, очень важное. Но это проходили все страны колониальные. Проходили... А я с этим соглашусь. Потому что невозможно плавно уйти от империи. Судороги будут все время. И вот Крым – это одна из судорог. Я соглашусь с тем, что, конечно, распад империи вызывает... Это болезнь. У всех, кто родился в империи, вызывает такое переживание. Потому что я не помню, кто из брезанских премьеров сказал, когда его спросили, когда пройдет постимперский синдром, он сказал, когда умрет последний англичанин, рожденный в империи. Есть. Но это один из факторов, я не спорю. Но ощущение компенсации того, чего у нас нет пространством, силы и влияния, мы от этого... Это важнейший дотанк, важнейший. И это вот тот самый альянс власти и общества, когда обществу сделали хорошо. Правда. Вы помните уровень? Я не уверен, потому что совершенно согласен, я не уверен, что это можно вообще рассматривать как идеологию. Нет, это не идеология. Это не идеология. Это травма. Травма, реакция на травмы. В этом смысле, ну что, Владимир Владимирович, он формулирует какую-то идеологию. Он просто, ну, он сам пережил эту травму и сам ее же выражает, как и большинство, за которые за него голосуют. Ну да. Но это как бы просто означает, что это не идеал, к которому нужно стремиться. Когда вы говорите, что он человек идеи, ну, может быть, он идеалист в том смысле, что для него, ну, экономика не является более важной, чем некоторые такие ценности. Нравственно-моральные. Не экономические. Геополитические. Но в этих нравственно-моральных ценностях он формулирует, ну, просто общие, ну, общие травмы, общие какие-то ощущения. В современном мире недостаточно для того, чтобы уже стать олицетворением или носителем какой-то идеологии, занять позицию, ну, по отношению, предположим, к старой Европе или к американским ценностям. Кругом враги. Кругом враги это рабочая модель. Это не идеология. Ваша культура, которая является, ну, основой для нравственно-моральных ваших ценностей, то есть, условно говоря, сексуальный меньшинство. Что такое идеология? Там то, что пятое-десятое, семья и так далее, так далее. Это не наше. Мы не про это. Вот в этот момент ты уже не являешься носителем? Мне кажется, что идеология – это позитивный ответ на вопрос о том, что есть истина. То есть не то, что вот это не истина. Это какая-то фигня. Но как бы, но это не идеология. Ну, понимаете, если я тут сижу, и, ну, как бы, ну, а не знаю, а у какого-нибудь далекого племени есть обычай, там, татуировки делать на ушах. Я ничего против не имею, но сам так не делаю. Ну, и все, да? Как бы это не идеология. Я бы сказал, это реально существующие цивилизационные различия. Они есть. Мы четко знаем по опросам, по всемирным исследованиям, где проходят границы. Не мы открыли себя, как православную или русскую цивилизацию, а там Хантингтон доказывал. И это видно. Это видно на картах Инглхарта и так далее. Ценостные матрицы различаются. Конечно, конечно. Есть восемь или девять цивилизаций в мире, и мы принадлежим не к той цивилизации, которая называется западнохристианской, по Хантингтону. Мы другие. Я вам скажу... Даже Россия и... Даже Россия и... Потому что, видите ли... Вообще говоря, Россия и не есть просто другая фаза развития России К. Все немножко сложнее, мне кажется. Потому что... Давайте посмотрим на наших успешных восточно-азиатских соседей, которые, сохраняя коллективизм, в то же время поддерживая некоторые индивидуалистические ценности, сделали успешную модернизацию. Япония, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, тот же самый Китай, да? То есть, совершенно не обязательно отказываться от коллективизма и переходить в индивидуализм, чтобы развиваться. Это было такое представление, я бы сказал, 30 лет назад, что вот есть такая дорога, и по ней пройдут все страны. Чем в этом смысле отличалось от идеологических представлений, я не знаю. На самом деле, конечно, не так. И это неплохо, что мы двояко дышащая страна. Фактически мы имеем оба двигателя, для развития. Потому что, вот знаете, я приведу тут не экономический пример, хотя мог бы экономический привести. Фантастическое по, как бы сказать, по невозможности победа страны в отечественной войне, на мой взгляд, было обеспечено тем, что с одной стороны, вот это коллективистское отдать себя за други своя, а с другой стороны, мозги, которые в условиях, заметим, шарашки научной тюрьмы, делают оружие для Родины. Вот эти две вещи, когда соединились, фантастическая сила, потрясающая. Но, как говорил покойный Михаил Михаил Жванецкий, да, если бы все подорвались на мине, но об этом можно только мечтать. В шоковом варианте мы видели, как два двигателя работают вместе. Вне шока их все время используют друг против друга. А вам не становится, Сан Саныч, страшно в тот момент, когда вы понимаете, что вот эта ваша мысль о том, что именно соединение шарашки и Россия-К дает фантастический результат? Ну, во-первых, Россия... Сейчас попробовать повторить, вы хотите сказать? Я бы сказал, что если кто-то захочет повторить, то надо понять, что здесь решающим фактором является запредельный уровень смертельного риска, который представляла собой Вторая мировая война для Советского Союза и не только. То есть, ну, тот, кто думает о том, что давайте мы организуем внешний шок, должен понимать, что должен быть внешний шок такого катастрофического масштаба, который вы совершенно не обязательно обыграете. Да, вот это самое главное. Абсолютно. Там есть случайность. Можно и... Да. Поэтому я-то говорю о другом, о том, что в принципе, мне кажется, возможности двоякодальнейшей страны в том, чтобы вот и Россия, и Ка-Россия, во-первых, имели прямую коммуникацию. Сейчас они коммуницируют через власть, давая ей противоположный импульс, и власть замечательно маневрирует, консервируя эту самую ситуацию. Экономически, я бы, знаешь, что сказал, Наталья Васильевна, вот агломерация. Вот это случай, когда реально можно использовать возможности Ка-России и России, потому что что дает втягивание в такое магнитное поле мегаполиса соседних областей, которые коллективистские. Там же другой уровень взаимопомощи, люди по-другому считают издержки. Они не считают издержками то, что будет считать индивидуалистический городской человек. Они способны сделать в чем-то больше, чем вот эти самые граждане. Ой, как я с вами не соглашусь. Ой, как я соглашусь. Подождите, вот смотрите. Дослушаю, дослушаю. Я охотно выслушаю ваши аргументы, но когда экономисты пытаются понять, а как удалось восточным тиграм обойти западных учителей, используя вот эти коллективистские формы, а как? Понимаете, для индивидуалистического человека необходимость обойти 10 человек, про что-то договориться, это издержки, потеря времени, потеря денег и так далее. А для коллективистского человека возможность пойти поговорить с людьми, это не издержки, это как бы приятность общения там на базаре, это же еще и театр, культура, это плюс, это другая культура и в ней другой экономический потенциал. Теперь охотно слушаю ваши возражения. Значит, как эта машинка работает? Как мы понимаем, агломерации формируются естественным путем, через суборганизацию растекается, через трудовые связи, бизнес-связи, включают соседние города и так далее. Что там происходит? Если агломерация приходит в сельскую местность, полу уже разоренной, то самыми коллективистскими становятся индивидуалисты, которые пришли туда, которые собирают деньги, ходят по начальству, чтобы провели дорогу, чтобы подчинили свет, чтобы что-то сделали. В Костромской области только дачники работают драйверами коллективно какого-то улучшения в сельской местности. Бабки сидят и сидят, потому что человеческого капитала там тупо не осталось. Если мы идем в село где-нибудь на Кубани, где люди живут, ваша модель работает получше, потому что там нет вот этого городского влияния, а все, что центральная Россия, уже полувымершие село и малые города, там именно те, кто приезжает в сезон, там нет контейджа. Я вообще не про село, я про города, потому что я про города категории промышленных городов от 200 до 600 тысяч населения, про эти города. Тогда, пардон, как там проходит этот... Во-первых, они не коллективистские, расслабьтесь уже. Это советские города индустриальные, где, ну да, со своим цехом ты там общаешься, но с соседями по лестничной клетке как-то, ну сказать, что вот это очень коллективистская среда, позвольте с вами не согласиться. Вот станичная среда на юге в больших селах, она коллективистская, это правда. Ну там совсем традиционная коллективистская, там гораздо более абсолютно, абсолютно. Советская среда уже другая, влияние там простейшее, ребятам, которые могут, родители, которые способны профинансировать это, уезжают из этих городов. Но они же, в общем-то, исследуют их, вроде как, описали. В каждом городе есть группы активных людей. Ну нет таких городов, где бы их не было. Все-таки вот эти малые группы, которые что-то хотят, они существуют в каждом городе. Но уровень поддержки, социум, от слова плинтус, вот они варятся как капсула, подымают музеи, еще что-то. А остальные, картошку посадил, рассаду, помидор высадил, это город на своей даче. А можно противоположный пример? Никакого там количества. Вот сейчас скажу, смотрите, люди из этих городов уезжают, совершенно верно, что уехал и ножничками обрезал, да ничего подобного. К нему будут приезжать в Москву, Екатеринбург, Это правда. Он будет их устраивать на работу, он будет туда привозить какие-то деньги. Это все так. Вот, если человек переезжает из Москвы в Петербург, этого не происходит. А там происходит. Потому что вот это живая работа коллективизма. Потому что такая взаимопомощь и страховка работает. Это, ну давайте вас цитировать буду. Это бондинговый социальный капитал. А я разве спорю? Но только бондинговый социальный капитал лучше. Бондинговый это закрытый социальный капитал, когда свои. Семья друзья, свои. Разница Южной Италии и Северной. Северная успешна, потому что верит незнакомому человеку. А Юг неуспешен, потому что только своим и против чужих. Но только своим и против чужих это тоже может быть экономически плодотворно. Как я говорил нашим, например, казахским коллегам, я говорил, слушайте, что вы стесняетесь, что у вас существует большой архаичный сектор и прочее. Вы можете зато вместо банков строить мьючелсы, кредитные союзы, больничные кассы, общество взаимопомощи. То, что мы в России построить не можем, у нас эти структуры распались. Поэтому культура это ведь как климат. Если вы придумали, что холод хорош для того, чтобы строить соды, центры обработки данных, экономичные, вы молодцы, потому что холод сам по себе чем-то плох, чем-то хорош. Вот таким же образом до бондинги, но только и он может быть двигателем, причем таких экономических форм создания определенных институтов. Мне кажется, это очень открытый процесс. Как бы мы, честно сказать, совсем не можем предсказать нынешнего и естественного движения городов в агломерации и вовлечения партии правительства агломерациями, которые в настоящий момент происходят. богу, поговорят и про учения могут. Ну, как бы, это просто там, ну как, можно сказать, что это попытка федеральной власти, которая сейчас будет строить города, оседлать, так сказать, города и растворить их, вот, миллионники с этим самым ИК, и растворить их в их сельской местности, получив другие итоги голосования, другие, как бы, и так далее. Давайте отделим голосование, наоборот, сказать, что сейчас у нас потрясающая возможность, потому что эти города совершенно с другим уровнем сознания распространят свою ментальность на еще, ну, как бы, примерно такое же количество населения. Вместо 30 миллионов у нас будет 60 такого населения. Может быть, и так, и так, это совершенно мы не знаем. А еще симбиозы возможны. Я-то говорю, что еще симбиозы возможны. значит, и, как бы, степень, ну, при этом есть там административные попытки создать агломерацию, ну, безумные, есть при этом естественный агломерационный эффект, который растет. Так или иначе, у нас, ну, поезда начинают ездить в два раза быстрее, там, за 20 лет они удваивают скорость. Значит, соответственно, у тебя и другое достижение. Что же касается мысли Сан Саныча, ну, понимаете, ну, это такая вековая мечта России в другом виде. Ну, то есть, как хорошо было бы, чтобы договорились Россия красная и белая. Как хорошо, чтобы договорилась, там, ну, Россия интеллигенцией и простых советских людей. Ну, и каждый раз, когда они договаривались, ну, например, в 60-е годы, да, вот у нас возник вдруг, как бы, единый такой порыв. Ой, какой рывок. Ну, потрясающий, да, как бы. Здесь вот это вот, давайте Россия индивидуалистическая, договориться с коллективом. Конечно. Если бы это удалось сделать, ну, мало того, Александр Александрович так как-то это сказал про сельскую местность, что ли, да я не про село. Вы знаете, единственное, где мы видим, как у нас это работает, это развитие нашего сельского хозяйства. У нас сельское хозяйство в последние 10 лет так развивается. Это точно. Ну, просто, ты что-то смотришь, ой, да, конечно, государство ему страшно и там совершенно безобразные льготы, воровство, то есть все, но оно прет. Ну, как бы, это же потрясающе. И это соединилось, две России, менеджеров и капиталистов. Да, пришел городской капитал. Да, пришел, это вообще другое сельское хозяйство, по-другому устроенное. Да, вот мы видим, что это возможно. Дай бог, чтобы что-то подобное произошло в городах, мы пока ничего такого не видим. Но знаете, что поразительно, почему я считаю, что это нерешенная задача? Я все эти 10 лет студентам говорю, какая финансовая система, какие банки, посмотрите, что в агросяхнике происходит. Вы думаете, они туда прут? Нет. Почему? А это непрестижно. Там рост, маржинальность, новые форматы, ну, как-то, вот знаете, не похвастаюсь. Когда ты смотришь на то, как сегодня нам, я не знаю, выращиваются, ну, не знаю, Машковича там зерно, что это такое? А цифровое земляки. Когда над этим летают дроны, когда... Да они промышленности опередили. Слушайте, это никакой банк, ничего такого близко нет. Но культура держит, потому что престижно быть банкиром, при том, что неизвестно, выживут ли банки, просто неизвестно, выживут ли. И непрестижно заниматься агробизнесом. Ну, во-первых, по-разному. Давайте так. Да, выпускники экономов АКМГ, скорее всего, в агробизнес не пойдут. Ну, агрохолдинги... Пойдут, я что и добью? Вот, агрохолдинги набирают неплохие кадры, сами их готовят. только я должна сделать маленькую поправочку. Если вы смотрите на свинокомплексы, на птицефабрики, на современные фермы, там работает не только и не столько сельское население, они из райцентров ходят. И из райцентров, потому что уровень технологический такой, что село, сельское население его не может и не хочет осваивать. Поэтому вот это очень специфический модернизационный процесс. Кроме тракторизма, на юге, как бы, в этих... Я говорю, прежде всего, про центральную Россию. Прежде всего, про свиноводство и... Это самая индустриальная Россия. Это самая индустриальная Россия. А потом, все-таки, в райцентрах у нас, слава богу, все-таки тоже не Россия и Россия КАП все-таки. То есть, вот, как бы, у нас, да, и как раз соединение у нас такое... Она там отзывает. Это вообще, это очень... Когда ты смотришь на самые, ну, как бы, на состояние исконных российских, русских земель, да, вот там, Ивановская область, Тверская область, Новгородская область, ну, откуда все население активное... Сначала ушло на войну, потом ушло осваивать Сибирь, потом Целину и так далее. И там, Кимры, я не знаю, там, ну, вот, русские... Это, ну, это вымершие, территории. Они, ну, просто они вымершие. Это очень страшно. Уже основательно заселенные дачники. Нет, где, осмотря, ну, знаете, вот я... Ближнее, ближнее. Да, то есть в Ивановской области до дачников далеко, вот, как бы, ну, Московская область, конечно, основательно заселена. шире, шире, шире. Тверская область, ближе, ну, ближе к Москве заселена, а так, я ехал с Валдая в Псковскую область, соответственно, через Холмский район Новгородской области, город Холм. Ну, значит, ну, состояние дороги, ну, такое, что, ну, вот я ехал однажды в Бейруте, из аэропорта в сам Бейрут, после войны, мне казалось, что дорога не очень, по ней там работала артиллерия и бомбежки. Так я вам скажу, там хорошая дорога. Вот, потому что Холмский район, как бы, ну, то есть это такие ямы, воронки, брошенные деревни. Прошу прощения, там тоже работала артиллерия в 41-41. Да, и с тех пор, и с тех пор, и с тех пор, она такая же, да, и, значит, деревни, ну, просто, ну, вымершие. Вот, единственное, что нового, это 140 километров, и это единственный путь между, то есть вторая дорога, между, ну, Новгород, через Новгород туда, тоже очень плохая. На Новгород или. Новгород, Псков, это центральная Россия, самый, так сказать, ну, куда уж, значит, и вторая дорога, ну, там 60 таких километров, здесь 140. В деревнях нет людей, совсем пусто. Ну, там можно добывать старое дерево, в смысле, оно прекрасное, вот, это дорогая, вообще-то, вещь. Единственное, что есть, это вдоль дороги стоят монументы, значит, вот, победе, что вот мы цветочки, кто-то, видимо, на тракторе проехал, положил. То есть, ну, вымерлись, или там, старики, не знаю, сидим, гордимся, потому что мы победили. Вот больше ничего нет. Когда ты читаешь, что вот здесь, там, отдали жизни, я не знаю, там, ну, дивизия полегла в этих болотах, чтобы вы здесь жили, а вы здесь, ну, все выехали, все. умершие территории, вот размером, ну, да, с Тоскану, ну, то есть, ну, с Тоскану, с Умбрию, вот, значит, который, ну, я не знаю, сколько народу живет, ну, может, 300 человек, ну, в городе Холм находится военная часть, там есть люди, ну, маленькая, ну, тем не менее, то ты думаешь, а что это может поднять, вот, кто это может заселить, и вообще-то, не будет заселяться так, как было раньше. Я понимаю все ваши сетования. Понятно, что по-другому. Нет, понятно, я не хочу, как раньше. И как бы, понятно, что, ну, это умершая земля, и как бы она, она не умершая, она переформатирующаяся. что там, сельское хозяйство, если бы здесь было, животноводство, вот то самое. Боже мой, какое счастье. Когда урбанисты начинают говорить про сельское хозяйство и сельская местность, препод Зубаревич достает автомат Калашникова и будет стрелять по-македонски. я отстреляюсь, не волнуйтесь, знаете, я сфальзируюсь с большим, что я не говорю про урбанистические ценности, которые я в этом районе сейчас бы развил. Это как-то, так сказать, просто, ну, в какой-то смысле. Наталья Васильевна, когда мы с вами индивидуально разговаривали, я говорил, ну, то есть, мои переживания, переживания и сетования были ровно такого, я не урбанист, но я подпишусь под каждым вопросом и под каждым словом. тут ведь такой вопрос. Мы как себе видим совершенную Россию? Равномерно заселенную, как земля в Южной Германии? Сан Саныч, дайте я пожму вашу мужественную руку. Ну, нет же, потому что, во-первых, никто не сказал, что это идеальное расположение, мы понимаем, почему в Европе это возникло, это проблема Европы, то, что при недостатке земельного, территориального ресурса, вот, возникло такое расселение. Во-вторых, а кто сказал, что обязательно либо город, либо сельское хозяйство? Подождите. А то, что мы имеем природу, которая может быть основой другой экономики, не сельского хозяйства, это и рекреация, и там возможные источники другого качества продуктов, и так далее. Вы знаете, у нас вообще была такая авантюрная идея, когда мы писали так и не получившую, как бы сказать, разрешение на публикацию стратегии 2035, у нас была идея, что поскольку освоение этого огромного пространства маловероятно, и нужна другая модель развития, то, может быть, нужны две модели жизни. Вот, есть Россия, где там конкуренции, инновации, индустриальное развитие, и есть другая часть России, где людям платят гарантированный доход, чтобы они хоть чем-нибудь занимались, шишки собирали, музей создали, природный, где-то еще другой тип жизни, потому что освоить страну это совершенно не означает превратить ее либо в промышленность, либо в сельское хозяйство. Я думаю, что существуют и другие варианты развития. Я, пожалуй, знаете, что скажу вам? вот, путь, ну, когда что-то умерло, и просто, ну, и лежит труп, он, вы можете сказать, ну, умер, вы умер, и пытаться развиваться другим способом, но этот труп будет вас мучить, и он будет предопределять, может быть, совершенно неэффективно, дальнейшее развитие. Я вам простой пример приведу. Западная Европа после падения Великой Римской империи. 400 лет, пока обратно все не восстановили, все, каждую муниципию, каждый римский ладерь, который был разбит на территории Германии, Франции, Бельгии и так далее, пока на каждом этом месте не возникло города, скажу вам, как географу, что 70%... Географ молчит. Да, 70% западноевропейских городов основаны на римском основании, просто на основании римского ладеря. Пока это не было сделано, вот не было сделано, до той поры все жили Ренессансом, все жили, как бы, там, ну, была такая великая книжка Ренессанса и Ренессанса, все время пытались восстановить величие римского... Подтверждая вашу мнение. Как только это закончили, так сказали, да блин, хватит с этой античностью, давайте нормально развиваться, и тут оказалось, в них и новых, у нас есть порох, у нас есть компас, у нас есть книгопечатник, какой там римский император. Эти самые деревни, пока эти самые города, погибшие в самой центре расселения русской нации, Псков и Новгород, и там, не знаю, Юрьевец Ивановской области, да, там и так далее, это вам не анадырь, да, это вообще-то вот прям 800 лет люди здесь живут, там 900, да, они будут мучить, ну, до той поры, пока не будет восстановлено, хотя бы в том уровне, безобразном вообще-то, прямо скажем, там, которым их оставилась после войны советская власть, а лучше в том уровне, в котором они были до революции большевиков. Вы имеете в виду города или дерева? Города, да, города, ну, вот, иначе это будет, там, вот, деревня можно забыть, да, деревня, это другая история, она остается бесследно, да, вот. Я не очень понимаю, почему, вот тут же такого рессентимента, мне кажется, нету, как с Римом, вот, мне кажется, нету, но с другой стороны, мы с вами сейчас обсуждаем, наверное, Наталья Васильевна меня поправит, процентов 8 территории страны, потому что все, что за Уралом, там, что мы восстанавливать-то будем? Нет, там не надо. А что, а с этим-то что? 2 трети, а с этим что? Потому что, потому что, это тающее население, это, может быть, южно-сибирские города, это непонятно, как Дальний Восток, где 8 миллионов 200 тысяч населения на огромную территорию. Ну, вообще-то, Дикой Степи мы тоже с нуля пытались освоить, кто помнит, Дикое Поле, а Дикое Поле начиналось с Тамбова, Пенза, Воронежа, поэтому про Римскую империю не совсем релевантно. А мне кажется, довольно убедительно, я не знаю, как то, что мы начинали в Тамбове, не дает вам возможности проговорить про Римскую империю. Ну, хорошо, давайте географ все-таки включится, я послушала эмоции и прочее. Первое, региональные центры переформатируются, где хуже, где лучше, быстрее, это вопрос денег и усилий начальников, но они меняются, поэтому я за региональные центры вообще не беспокоюсь. индустриальные города, тот же Драгобыч, да, где производство минеральных удобрений, тоже более-менее, что я говорю, Дорогобуш, прошу прощения, Дорогобуш, Драгобыч, это на Карпатах, да, да, их там немного, но пока производство есть, город существует. Малые города, все по-разному, совсем повторяю, как говорил Николай, они не закроются, денег не хватит, все понятно, 1100 городов, невозможно, поэтому будет трансформироваться пространство. Про село я вам могу сказать, что это будет в моем поколении это происходит. Вот когда-то умирают эти бабки, там, где есть дачники и есть возможность более длительного проживания, что-то останется. Вы поездите по Псковской области, и я вам расскажу про район, где перепелиная ферма, сыроварня, в райцентре это продается, другое использование пространства, но это не местные, это приехавшие из Москвы, из Питера. Они нанимают местных, они пытаются что-то делать, они притягивают туристов, это точечно, ничего площадного в этих местах, это называется не черноземье. Там деревня ставилась, знаете, каким макаром? Почва плохая, чтобы что-то растить, надо вносить навоз. Корова, вот она, навоз вы на десяток километров не раскидаете, вот деревня и километр вокруг, куда вносилась. Это называется адаптация населения к природным условиям. Когда эта история закончилась, эти деревни были маленькие, и они помирать начали первыми. Вот этот ландшафт уйдет, там, где появились дачники, или кто-то переехавший, там появляется другая жизнь. Агросектор, толковый, то есть рентабельный, там возможен только на индустриальных формах по-настоящему, или свинокомплексы, или птицефабрики, потому что он высокоиндустриальный. Земледелие там, извините, знаете, сколько урожайность? Называется сам-три. Три центнера положил на гектар, девять выросло, сам-три, царская Россия, ничего толком не поменялось. Российское сельское хозяйство сжимается в зону лучших природных, лучших природно-климатических условий. Вне черноземки заброшено уже почти, ну, больше трети точно, до 40% непродуктивных земель. И это нормально. Поэтому задача там совершенно другая. Поддержать стариков, которые остались, то есть соцзащита, а не плачь по убитым деревням. Нормальная скорая помощь, чтоб доезжала, автолавка, чтоб доезжала. И содействие любому дачному или с заездом малого бизнеса освоение. Алгоритм меняется. Уж простите за мой преподский тон, но когда я слышу плач славян, мне хочется немножко сделать из серии Сан Саныч, знаете, мою любимую противную присказку, учить им отчасти. Плач славян. Пожалуйста. Мне кажется, вам все время как-то, ну, вы переживаете, что у вас нет автомата, но просто... Мне хочется содержательного... Слушайте, ну, мне хочется содержательного разговора, а не я меньше всего собирался тут плакать про деревни. Я вам говорю про простую вещь, а именно, когда в теле страны имеется гниющее гигантское пространство, оно будет определять дальнейшие пути развития, хотите вы этого или нет. Пойдет оно по пути агросекторов или по пути, не знаю, социальной защиты или расположения военных частей, это все равно. Важно, что когда у вас была освоенная территория, она брошена, то дальше у населения всегда есть ощущение, что-то тут у нас вот это вот не то. И пока оно это не преодолеет, страна будет про это помнить и развиваться. Она будет тянуть деньги из бюджета на улучшение дорог. Значит, этих старух там уже давно нету, там уже просто пустые деревни, а тем не менее это чья-то собственность, и соответственно у нас есть юридические конторы и так далее, которые занимаются, пытаются брать налоги, искать каких-то людей, которые там давно не живут, но при этом формально являются собственниками. То есть есть весь административный аппарат управления этим мертвым царством. Значит, у нас есть власти, которые от этого избрались и которые что-то хотят. Они хотят выдвинуться, поэтому они соответственно начинают на областных разнообразных этих самых собраниях говорить, а вот нам нужно. зачем они ставят эти памятники в Великой Отечественной войне, когда никого нет вокруг, вот кроме меня, проехавших. Потому что нужно показать, как они хороши. Это и есть гибнущая, то есть вот эта вот опухоль, трофическая язва, которую как бы все тянет и тянет, тянет и тянет, и пока ты это не решишь. Это ваше представление о мире, я с ним спорю, и так и есть. Понимаете? А памятники в станицах зачем ставят? Затем же? Затем они черноземки. В станицах люди живут, а вот тут уже никого нету. Понимаете? Ну, нет, я за то, чтобы ставили памятники. Я как-то, ну, последнее, что я скажу, это то, что давайте вот забудем про Великую Отечественную войну. Никак не так. Сформулируйте, пожалуйста, базовый ваш тезис. Я не понял, про что вы спорите, дорогие жалейки, потому что... Язвы, трофические, вы сформулируете ваш тезис. Никто не спорит, что заброшенность это плохо. Мы согласились сразу. Отлично. Что с заброшенностью нужно что-то делать. Спор может идти про то, что с этой заброшенностью. Я попыталась объяснить, как идет выборочное освоение пространства. Новое. А мне сказано было, что трофические гниющие язвы не позволяют ничему. Наталья Васильевна, вы фактически сказали, что с заброшенностью делать ничего не надо. А там, где что-то может быть, там и так оно произойдет. Нет, я этого не говорила. Я сказала, что за этим разговором о ужасе, 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 вы не видите Ростков так. Ну и? Ну ничего. Ну ничего. Ну ты проживаешь... Если вы всего-то хотите сказать, что я не вижу Ростков чего-то, то мы можем не спорить. Это не сложно. Можно просто прям перейти к другому теме. Можно я в чем соглашусь? Я с опасением, мне кажется, какое. Я с Натальей Васильевной согласен, что в России идет интенсивный, спонтанный процесс модернизации. Абсолютно. И очень точечный, не площадной. Да, он идет распространение мобильной связи, супермаркетов. И он продвинулся за 30 лет от столиц до райцентров. Продвинулся. И этот процесс действительно будет идти, даже если власть ничем вообще не будет заниматься. Вопрос в другом. Достаточно ли этого процесса для того, чтобы в России исчезла заброшенность? Я бы сказал, что теоретически, ну, если тысячи лет есть в запасе, то достаточно. Но автоматически этот процесс в обозримом промежутке заброшенность не уничтожит. Тогда с этим надо работать как с проблемой. Да, согласен. Понимаете, а есть такая проблема модернизации сельской территории. Ее проходили все европейские страны. Я не знаю, огораживание там, какие-то такие серьезные проблемы. Ну, вот что как бы от архаической системы расселения на земле мы переходим к, значит, на сегодняшний день модели модернизации сельской территории для России нет. Ну, насколько я знаю. Я не понимаю, как она существует. Она есть в пригородах и она реализуется объективически, без усилий партии и правительства. Потому что туда приходят городские деньги, переселяются горожане и пригороды меняются. Модернизация сельской территории во всех европейских странах это возвращение горожан обратно на село. Это стандартный процесс. Ну, так происходит. Вот помните, мы с вами, когда разговаривали, я вам приводил пример, когда в семье фермеров около Болонии, ну, не важно, где-то в Италии, вырастает пацан, который уезжает в Болонию, получает высшее образование и так далее, и возвращается назад для того, чтобы продолжать заниматься тем, чем занимается. Я вас тогда, судя по всему, не убедила, не объяснила вам причину. Ценность земли и трудности с поиском работы в городе. Сочетание того и другое. Могу просто еще раз. А вопрос ценностей, он здесь вообще никак не возникает? Здесь земля, вот в тех разоренных районах, это называется не черноземка, практической ценности не имеет. Сам три. Там не растет. На Кубане нет проблем с механизаторами, нету. Там люди, потому что там их много не надо, и они неплохо зарабатывают. Там земля родит, и она дает огромные урожаи. Поэтому географические, природные условия имеют значение. старое сельское хозяйство общинного типа и малых деревень возродить невозможно. Вот, мне кажется, друзья мои, тут следующая развилка получается. Если мы на Европу посмотрим, то вообще там в странах было два пути. Франция, Италия, они пытались, между прочим, крестьянство все время удержать. Голландия и Англия, они пошли жестоким путем, действительно. Когда раскрестьяние у меня живут. Приходит городской человек, приходит городской капитал, у него другое отношение, он не относится к природе как к бесконечному ресурсу, он по-другому считает. Теперь, что у нас? У нас, с одной стороны, идет интенсивный процесс англо-голландского типа, когда не то, что городской человек из университета, а большие компании со спутниками приходят туда, где чего можно сделать. Где земля ценности дает дачу. Потому что бизнес не будет заниматься благотворительностью и поддерживать, ну, конечно, если ему не скажут, что очень нужно и важно заняться благотворительностью, теперь официальная политика. Официальная политика действительно консервативная. Мы делаем вид, что вот эта деревенская Россия, она есть, она в неважном состоянии, но будет больше денег, поможем больше. То есть политика консервативная. С одной стороны, жестокий процесс экономический, спонтанный, не всеобщий и с видными результатами. С другой стороны, консервативная политика власти, имитирующая сохранение того, что есть по остаточному принципу финансирования. Да, это не очень хорошо, потому что я соглашаюсь, что проблему тех территорий, которые экономически невостребованы, надо решать как проблему социальную. Конечно, только социальную. Пожалуйста, у меня вопрос тогда такой, вот эти вот 140 километров, о которых сказал Григорий, в Псковской области, или 120? 140. 140 километров. Их единственный шанс это дачники из Петербурга? Нет, дачники в основном едут на Валдай из Питера с той стороны, а с другой стороны Селигер, это московские дачники, Псков по дачникам не очень. Туда просто приезжают люди, которые покупают довольно много земли, на копейки стоят, или отдыхают, или пытаются сделать какой-то свой малый бизнес. Это даже не очень дачниками назовешь, хотя есть и сезонные люди. Тут очень выборочные. А малый бизнес для кого? Они друг другу продают? по Пскову, ну вот мои друзья сейчас ездили, они и на форельное хозяйство на Ключах, и на страусиную ферму, и на сыроварню, и в райцентре там сыров купили. И это на пусть небольшой, но поток из Москвы и Питера, который за границу поехать нельзя, они вот народ сейчас катается. Я прошу прощения, тогда если я тоже вы сочтете за эмоции и так далее, но я хочу просто примерно повторить то, о чем спросил Григорий. Я понимаю, что все глупо измерять одной человеческой жизнью в таких масштабах. Наверное, смысл вообще... Длиной жизни? Длиной жизни, да. Может быть, смысла никакого нет, но другой не будет. Да. Я поэтому все меряю, вот там мне еще осталось сколько-то чуть-чуть, и я я не понимаю тоже, почему мы не говорим про за Урал и так далее, и так далее. Речь идет о Псковской области, Новгородской. Потому что процесс депопуляции в Псковской области начался давным-давно. Война ее сильно выбила, но еще сильнее ее выбил послевоенный миграционный отток. Это первый фактор. Второй фактор. Историческая мелкоселенность затрудняет выживание малых деревень. Третье. Инфраструктурное обустройство очень плохое. Причин масса. Да. Причин масса. И последнее вытягивающая сила Санкт-Петербурга. Но вам не кажется, что вот я даже специально себе написал рядом модернизация и брошенность в этом смысле и то и другое являются термином обладающим ну это не статичный термин брошенность она тоже имеет продолжительность. Сан Саныч, я уже не смогу вам придется. Подождите. нет. Я в принципе понимаю, что нарисованная картинка про такую консервацию того, что не может быть возрождено официальную и экономическое, я бы сказал, такое шкурное развитие высокотехнологичное того, что может быть поднято, оно не радует этой картинкой и сказать, что только социальную помощь нужно и чтобы доктор доехал. Понимаете, я бы сказал, что если учесть, что с 20-го года мы живем просто в другом мире, потому что переломы произошли очень серьезные, то я мог предположить, что возникнут совершенно неожиданные варианты. Например? Сейчас скажу. очень популярный разговор в последнее время и это креативная индустрия. Александр Александрович, у меня автомат в кармане, особенно в деревне. Но у вас автомат уже направлен на Григория. А я у вас двух карманов могу по-македонски. Что у вас фигура дачника, а я-то думаю о другом, потому что если существует некоторая дорожная сеть, которая позволяет доехать до Псковской области или до Новгородской сильно быстрее, чем до Красноярского края. Тогда если при этом у значительной части людей после удара эпидемии по башке существует потребность в изоляции расстояния и прочее. Александр Александрович, там выделенку не сделаешь. Ну подождите секунду. Ну подождите. Я ведь не хочу сказать, что есть вот такой прописанный план с инфраструктурой и прочее. Я понимаю, что гонка сейчас началась между ведущими нациями в известной, точно за человеческий капитал и в значительной степени за креативной индустрией. Потому что выясняется, что нынешние технологии позволяют человеку работать где угодно практически и при этом производить продукт на мировой рынок. Поэтому может ли в Псковской области находиться люди, которые производят что-то ценное для мирового рынка? Теперь да. Завтра? Нет. Но не через 20 лет. Через 5. Да что вы, и дороги будут. И выделены интернет. Новгородская. Псковская область находится в гораздо лучшем состоянии. Это очень интересно смотреть, когда два разных как бы, ну, Новгороди вообще исторически... Псковская область чем находится в лучшем состоянии? просто в лучшем состоянии. Вот вы тут рассказываете, я как раз ездил, смотрел эти царусиные фермы, там, форельные фермы, я как раз это изучал. И я могу сравнивать две эти разные области, поэтому, ну, так получилось, что Новгород, как город, ну, как субъект федерации, пустил все свои средства на сам город и город, Новгород находится в идеальном состоянии. Ну, просто чудо, прекрасное благоустройство, реставрация и так далее. И совершенно убитые как бы территории вот дальние. А город Псков в гораздо худшем состоянии, ну, просто по-другому. Но количество вот того же нового сельского хозяйства, тех же дачных мест, дачные места, конечно, есть и сборские, есть пушгоры, это такие, ну, традиционные, очень престижные места. В общем, там, конечно, в силу еще и связи с Прибалтикой, вот это их выход на мировой рынок осуществляется, как бы сказать, легко и быстро. Да, это немножко другая история. Там вообще-то есть просто транзитные бизнеса. Вот, поэтому, ну, не надо обижать Псковскую область. Как-то вы измельчили мою идею выход на мировой рынок. Как переход через границу с Эстонией получилось. Да-да-да-да-да. Там еще есть еще просто, ну, совсем неожиданное население, которое, особенно, когда мы берем западную часть Псковской области, дело в том, что это исторические места обитания, ну, православных эстонцев, которые, сету, которых высадили оттуда, ну, советская власть высадила. и теперь туда происходит обратная эмиграция русских из Прибалтики, которые совершенно с другим уровнем отношения к сельскому хозяйству. Некоторые из этих ферм, которые вы упоминаете, они просто их держат. И, ну, видно, да, это другое хуторское хозяйство прибалтийского типа. Ну, да, но, ничего этого нет. Значит, перспективы, ну, мы уже в своей-то, как бы, географической среде многожидно это обсуждали абсолютно без эмоций, спокойно. Перспективы очень простые, и они будут объективно совершенно происходить. Первое. Все региональные центры будут обрастать пригородами, которые все-таки будут модернизованы. Этот процесс идет от коттеджных до там малых городов, которые в орбите рек-центр. Второе. Те города, которые интересны бизнесу, что-то будет инвестироваться, но их мало. Поэтому в основном это будут копеечные бюджетные деньги на покраску, расчистку и, к сожалению, без иллюзий. Если вдруг в России пойдет быстрее внутренний туризм, то исторически ценные города подремонтируют. Но опять если, если, потому что из бюджета денег толком нет, и они разворовываются. Если частный бизнес вдруг захочет сделать из этого какого-то здания, отель и попробует раскрутиться. Ну, как это пытаются делать на Волге в разных городах. Третье. Сельская периферия будет вымирать и дальше. И эти сломанные страшные дома мозолить нам глаза будут еще довольно долго. Потом они зарастут мелколесием. всю нашу жизнь. Потом они зарастут мелколесием. Природа поглощает. То, что останется, это будут точки, где не сельские жители, я это подчеркиваю, а те, кто зачем-то приехал с бизнесом, они будут развивать. Дорожная сеть потихоньку ремонтируется. Я должна вам сказать, что ситуация меняется, потому что денег сейчас на дорожное строительство выделили больше. Регионы сейчас выполняют KPI по этому делу. И мы получим вместо вот этой старой такой заселенной России региональной столицы, сеть оставшихся городов и гораздо более разреженную сеть живых негородских пространств. Резко разрезко вокруг Мышкина что-то там Ярославской области может удержаться, потому что это турецкий маршрут. Они там потихонечку считают, что мы это поддержим и потянем, но на такую территорию даже этой старой исторической России население кот наплакал. Когда вы приводите пример Западной Европы, географ начинает сразу думать, а давайте сравним плотность населения, ну и все, плотность городов, ну и все, а инфраструктурная обеспеченность, ну и все. Поэтому вот будет так. Можно очень сожалеть, а я что не сожалею, когда это вижу? У меня просто как бы абсолютно безэмоциональная оценка того, как это будет трансформироваться. Нравится? Нет. Адаптироваться придется? Придется. И есть уже люди, которые покупают гектары леса, ставят там, ну так называют усадьбу, усадьбу. И это на Окей есть, и в Вологодчине есть, и в Псковской области есть. Это кусочек жизни. Они подтягивают местных, кто не спился, обиходит эту усадьбу. И это другой формат жизни. И он будет не везде укореняться. Поэтому вот еще раз, коллеги, мне очень жалко умирающей деревни. Но моя душа не за дома беспокоится, а за тех трех бабок, которые там еще остались. Вот им надо помогать. А с домами, что выросло, то выросло. Вот так будет. Еще раз, пространство переформатируется. Ну поймите, оно переформатируется под другое население, под другие ресурсы и так дальше. Я там, мое отличие от Натальи Басни стоит в том, что я абсолютно соглашаюсь с переформатированием, но я думаю, что оно будет более неожиданным. Ну Сан Саныч, вы оптимист, а я не совсем оптимист, потому что дожить до хорошего. Знаете, я вам только одну фразу скажу в ответ. А деточки у этого человека где учиться будут? И все. Не, не, секундочку. У этих креативов. Я бы сказал, что это сильно зависит от того, как они будут учиться, потому что если мы не вырвемся из лап онлайна, то они будут учиться, это будет черти что. Я понимаю. Онлайн школьное обучение это черти что. Вот тут, Наталья Васильевна, вы позволяете так сказать выступить эмоциям. Так у меня нет детей и внуков школьного возраста. Просто я знаю вой преподавать. Это понятно, понятно. Но во-первых, понимаете, к сожалению, эпидемия очень строгий учитель, и я не думаю, что она закончится даже в 22-м году. Ой. Ну, слушайте, давайте будем объективны, что если развитие страны достигнут уровня коллективного иммунитета, который они опять-таки должны догнать из-за мутации вируса, то производство мутации продолжается в прочем мире, то есть фактически нужно решить глобальную задачу достижения коллективного мирового иммунитета. Я большой оптимист, если я буду считать, что это большой оптимизм, в данном случае, я бы сказал, 23-24, понимаете? И вот все это время периодически будут убирать в онлайн, делать что-нибудь, отточит онлайновое оружие, куда одевать? Мне оно тоже кажется не то, что плохим, оно мне кажется недостаточным, потому что там есть штуки, которые делают хорошо, вот, например, то, что студенты, которые записывают лекции, они их в ускоренном режиме просмотрят, это очень правильно, он слушает, пока все понятно, потом раз, включил, то есть там есть свои прелести. Я про школу говорила, а не про студенты. А что школа-то? Я вам скажу, особенность зумерного... А музыкальная школа? Сейчас, да, вот это беда. Сан Саныч, дорогой, дети ходят в школу не только учиться, они ходят в нее. Социализироваться. Социализироваться. Все, точка. Подождите, но я вам рассказываю про то, какие перспективы тут могут, как бы сказать, искривиться и заколебаться. Причем, я бы действительно наставил на том, чтобы мы вернулись к основной территории России. Да, да. Потому что мы говорим про вот эту историческую, тысячелетнюю, как вы выразили, территорию, хотя там... Кривич, Кривич. Да, Кривич, два. Но, слушайте, мы самое большое по территории страны мира. И сдержки существуют. Большие. Очень большие. И падающее население за Уралом. За Волгой. Сан Саныч, хуже. Оно падает. Вот так вот в 500-километровой зоне вокруг Москвы. Выкидываете Москву, Мособласть, Питер, Ленобласть и дальше кругом падение. Кроме пока Татарстана. Поэтому у вас очень розовый взгляд на динамику числа. Обобщая именно ваши пояснения, я сказал, что мы к 50-му году будем иметь такую одну большую агломерацию на линии Петербург, Москва, Ростов-на-Дону. Не будем. Вы там ездили, вы видели эти пустоты между Москвой и Петербургом. А вот почему вы считаете, что не получится агломерация Москва-Петербурга? Агломерация? Ой, слушайте, Советский Союз. Такие постоянные мечты этих людей. Интересно, почему? Я-то в данном случае скорее пугал этим образом, чем считался это реальная перспектива. Но то, что усилия, я бы сказал, заслуживающие лучшего применения, усилия правительства по демографической политике, максимум, чему могут перевести, ну хорошо, у нас будет не 146, а, я размечтался, 152 миллиона. Но для территории это ничего. 146 останется. Для территории это ничего. Поэтому есть великая проблема, потому что эта территория, надо сказать, окружена странами с высоким демографическим давлением, как мягко выражался Анатолий Григорьевич Вишневский. Вы имеете в виду Среднюю Азию и Китай? Да, я имею в виду Среднюю Азию и Китай, я имею в виду Японию и Северную Корею. Япония сокращается? Там вся цепочка. Сан Саныч, сокращается Япония, Китай уже перестал расти. Вы меня успокоены. Вы меня успокоены. Казачья уже не так растут, а до Средней Азии у нас там еще и Казахстан. В общем, что-то надо решать. Там надо поворачивать развитие, потому что мы сейчас спорили о сценариях, что произойдет вот с заброшенностью. Слушайте, а что будет с... Это я не знаю, сколько... 94% населения страны. Где? Территория страны. Вот то, что за Уралом. Много? Да нет, Сан Саныч. Ну, 80%. Не пугайте. Треть Дальний Восток и примерно ну, треть еще там теперь. Ну, тупо... 70%? Да, под 70%. Да, под 70%. Ну и чего? Что делать хотите? Жить дальше предложенных обстоятельств. И вот все эти страхи... Так мы же просили план сделать. Не, но Николай дал эмоцию, а мы начали... Сан Саныч начал нагнетать... Это называется троллить. Он начал нагнетать страхи. А я все пытаюсь вот раться у раться... Почему не будет агломерации Москва-Санкт-Петербург? Сядьте, только желательно не в этот самый, не Сапсан. А вот такой электричку до Балагова, потом Балаговая Тверь, и посмотрите окрест. И вы будете тихо говорить, люди, вы где? Нет человеческих ресурсов. Нет. То есть просто главная проблема вообще для всей территории человеческих ресурсов. Которых нет и не будет. Ну почему? Население расти не будет. Даже Ивановская область завозит у нас людей из Узбекистана, которые там теперь в деревнях живут, вместо заброшенных. Я их видел, я был в таком колхозе, когда переселенное население... Это было давно, это были что-то типа турки-месьхетинцы, бедные. Сейчас никого особо не завозят. Весь гастарбайтерский лют. Мирно, тихо. Едет в города, где он может заработать. Прежде всего Москва, Питер и окрестностей, потом Севера, нефтегазовые, где можно... Уже до Иркутска. Очень смешно смотреть. Идешь по Иркутску, дорогу ремонтируют. Одна бригада будет узбекская, а раньше были бригады китайские. Сейчас нету, потому что зарплата уже китайцев не устраивает. Все, проехали. Поэтому это не вопрос завозят, люди едут сами. Что там было раньше, не могу сказать. Как сказано в фильме Андрея Арсеньевича Тарковского «Солярис», человеку нужен только исключительный человек. Ничего. Ну, как вам сказать? Нет, это я в глобальном смысле скажу. Я понимаю. что нам вопрос только исключительно человеческому ресурсу. Понимаете, если возвращаться к истечению Сибири, вы помните, мы ездили к УСУ, который тогда еще не был губернатором, обсуждать стратегию развития Сибири. Ой, то есть Енисейская Сибирь или... А, это был до того. В целом, в целом, да. Это лет 10 назад. Ну, и толковище все те же, да. Толковище все те же, но значит с сибиряками, когда это обсуждали, заметьте, у нас в разговоре была точка про то, что у нас население за Уралом другое и при этом с очень неплохими качествами для развития. Так вот, уважаемым сибирякам, я сказал, когда они начали стратегии обсуждать минеральных ресурсов, я говорю, понимаете, вот первая ошибка, которую вы делаете, разговаривая со столицей, когда вы говорите, у нас здесь вся таблица Менделеева. Естественная реакция власти в любое время, как только ей это сообщают, о, там же сокровища, значит так, отошли, сокровищами мы будем заниматься сами, а вы посторожите, пока мы этим сокровищем занимаемся. То есть, на мой взгляд, мы главный ресурс, очень, надо сказать, убывающий, но который там есть, культурный ресурс человеческого капитала в Южной Сибири и на Дальнем Востоке, мы на него ставку не делали никогда, потому что, сравнивая его с куском антрацита, мы все время говорили, ну, особенно если золото там в Бадайбой или еще что-нибудь, так при чем тут люди? Люди тут в виде сопровождения. Поэтому, мне кажется, что выход там может быть только в том, чтобы перевернуть постановку задачи. Это как? Не знаю, потому что столица заураловая. Кстати, сдвиг столицы, я бы вот такую кромольную мысль сказал, что на мой взгляд, столицу нужно располагать где-то в районе Оренбурга. Да, я пойду валерьян купить, когда все это закончится. А почему валерьян, мы же в районке поймем. Потому что, ну смотрите, ведь... Ну так всегда, ну простите, я виноват. А что нам не по... Александр Александрович, я вам потом обещаю, Я могу сказать, почему, потому что полная глупость, это полная глупость. Это очень весомый аргумент, его обязательно запомнят. Ну я уже просто устала слушать такое количество оригинальных идей. Мы фактически имеем два субэтноса в европейской части России, южный русский, север русский, и мы имеем другой по культурным свойствам субэтнос за Уралом. Да кажется вам это, там просто люди поживее, посвободнее, а так такие же люди абсолютно. Сан Сан Сан, ну вам нравится эту конструкцию рожать? Рожайте. Мне нравится эта конструкция, потому что я вижу их значительное отличие от того, что мы видим в Южной России. как в подорванной, да они отличаются от Южной России. Сильно отличаются от Южной России. Сильно, но... Я с вами совершенно согласен, Сан Саныч, очень сильно. Например, историческое сознание у нас очень важное, там гораздо важнее географическое. То есть у них как бы ценности природы, ценности... Это да. Это да. Они совершенно... Это да. То есть как бы эти люди вообще мыслят пространством, а вот эти здесь мыслят временем. Это совершенно... А почему такая крамола? Простите, идея о сдвиге столицы. Почему такая крамола? Давненько вы не были в Астане, Сан Саныч? А что это? Вот как раз нет. Что значит давление? Ну, уже после того, как Нур-Султан встал, бывал. Прекрасно. Прекрасно. Это тяжелый процесс, разумеется, прорастание новой столицы. И мы с вами его наблюдаем не первый год. Но то, что он сдвинул балансы в Казахстане и очень сильно, на мой взгляд, это так. И в этом смысле я не говорю, что давайте завтра перенесем столицу в городе Оренбург. Я говорю, что столица на границе трех субэтносов и в сторону, где мы хотим толкнуть развитие, это один из возможных инструментов. Потому что мы понимаем, что выборные, они там могут быть от всех территорий, а бюрократия формируется из тех, кто живет недалеко. Особенно питерские в Москве. Недалеко. Недалеко. Поэтому, когда институциональный экономист мне говорит эту идею, мне хочется рыдать. Первое. Астана. Десять лет, десять процентов казахского ВВП шло на город. Нафиг. Все оставили и вкладывали только в Астану. В России, видимо, будет как-то иначе. В России так уже было с Петербургом. Вот о том и речь. Вы еще раз хотите в ту же реку? Следующее. Нет, Александр Александрович, вы, я уже валерьянку все равно буду пить, поэтому придется. Второе. Если мы пьем... Маленькая компактная столица в стране с вертикальной системой не может быть создано от слова совсем. Будет новая византийская история с чертовой тучей денег. Второе. Если... А, третье, пардон. Да? Если вы попробуете эту идею озвучить, вас благословно выслушают. Но я вам напомню историю про коммунарку, которая была озвучена восемь лет назад. Переезжаем на территорию Новой Москвы. И сопротивление бюрократии. Вам понятно? Петра Первого еще хотим. Вот понимаете, в чем отличие сейчас в нашей позиции? Мы ищем решение проблемы. У нас, как бы сказать, высыхающая Сибирь и Дальний Восток. С точки зрения человеческого ресурса. А у нас не высыхающая? Псковская, Новгородская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Ивановская. Там-то убыль больше. И что? На минуточку. Ну? Я бы сказал, что для меня эта проблема стоит совсем в зубой плоскости. Мы-то начинаем обсуждать, какие инструменты могут быть? В сегодняшней ситуации перенос столицы из Москвы в Сибирь совершенно невозможный в рамках этого государства. Это в нынешней конфигурации ничего не получится. Надо просто понимать, и я имел случай говорить об этом с московскими властями, что вообще-то это угроза для развития Москвы. Потому что эта мысль приходит не вам, не мне, а очень многим людям. Перенос столицы туда, в Сибирь, это та потенция, тот ход, который когда-то эта страна осуществит. Да что? Конечно. То есть это как в шахматах, у тебя всегда есть вот конь, может так сходить. И, как бы сказать, имея в виду все довольно специфические отношения Москвы со страной, в смысле бюджетной политики, не хотелось бы вторжигаться в вашу область, но там есть некоторые несправедливости, насколько я знаю. Имея в виду, как страна любит Москву, вот этот момент будет очень, так сказать, он будет иметь некоторых сторонников, даже имея в виду на то, какие денег стоила Астана, Бразилия, Константинополь и другие переносы столиц. Потому что Москву, ну это такая столица, к которой страна, ну вот, к ней своеобразно относится. И она бы хотела иметь свою столицу, вот страна, отличную от Москвы. Это тема, это угроза для Москвы. Кроме того, что это возможно для страны, может быть, это еще угроза для Москвы. Про это надо помнить. А вы-то все-таки, Наталья Васильевна, что предлагаете делать вот с этой проблемой нестековки человеческого потенциала? Значит, показываю. У вас есть способ. Вот у вас перхоть. Москва, не Россия. Большая перхоть. У вас есть способ лечить перхоть или отсекать голову. Вы предлагаете отсекать голову. Что я предлагаю? Москва, первое, децентрализация. Не должно быть столько федеральных министерств и чиновников в Москве. Второе, всемирное развитие среднего малого бизнеса, потому что сейчас все налоги платит крупняк. Он прописан по Москве. Нет, Москва-Питер. Москва-Питер. Вообще в России. В России. Москва-Питер, кроме металлургов. Кроме металлургов. Просто я бы сказал, что перенести столицу проще, чем развить здесь малый бизнес. Ну, как-то. Ну, да, в принципе, да. Третье. Система налогообложения. Она сейчас устроена так, что мы живем на сырьевую ренту. Часть этой ренты достается Москве посредством штаб-квартир нефтегазовой компании. Это можно подремонтировать. Но там группа интересов. Можно, можно. И здесь не фатально. Поэтому вы предлагаете отсечение головы. Причем дико затратное отсечение головы. Знаете ли вы, что когда Газпром начал активно переезжать в Питер. Очень многие в Питер не поехали и уволились. А потом он и сам понял, что он уберет дешевых питерских и начал уже отшибать московских. Поэтому, честное пионерское, есть гораздо более институционально точные способы лечения до очень сильно перхотной головы. Я не люблю гильотины. Это дорогостоящее. комплексная трансформация. То, что вы говорите. Более того. Я за. Но вы же сами говорите, что силы сопротивления великие. Хорошо. Поменяйте систему налогового обложения на уровне регион-муниципалитет. Все это делается. Перераспределите. Миллионники деньги получают. Наталья Васильевна, вот со всей частью институционального дизайна, что вы предложили, абсолютно согласен. Теперь смотрим политическую экономию процесса. И поэтому будем рубить голову. Ну, понятно. Подождите. Происходит то, что происходит при сочетании предлагаемых мер с реальными интересами и их балансами. Что делать с интересами? Душ там? Ну, или как это называется? Новичок. Нет, Наталья Васильевна, подавайте так. Я бы сказал, что, собственно, у страны... Да нет, спасибо. Я уже не готовлюсь к балеренке. У страны три институциональных, на мой взгляд, равновесия. Одно, наблюдаемое нами, называется застой. Да. Вы правы, я согласна. Второе, которое в учебниках прославляется, называется скачок. Потом последствия бывают тяжелые, вроде Петеровского скачка или сталинской индустриализации. Третье называется трансформацией. Но я знаю только один успешный вариант, это великие реформы Александра Второго. Поэтому, если вы меня спросите, как двигаться-то, я скажу, вот как при Александре Втором, при том, что... Знаете, почему это получилось? Потому что в тот Николаевский застой накушались по самое не могу. Люди сидели и думали, что будет после застой. Десятилетиями думали, а в мрачные семилетия ускорили размышления по этому вопросу. И поэтому, когда пришел, наверное, не самый выдающийся наследник, ему сказали, вошлись. Да, собственно, все понятно. Вот так, 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 а потом конституционная монархия, Государственная дума куриальная и так далее, а для начала с банками давайте разберемся и крестьян наконец отпустим. Так вот, ваше решение, оно лежит в русле вот этой общей трансформации. Да. Я согласен, что оно позволяет решить в том числе те проблемы, которые связаны с там, расселением, заброшенностью. Это не панацея. Не панацея. Только помочь миллионникам, чтобы они развивались быстрее, снять гипертрофию в Москве и финансовую. Только и... Ну вот, смотрите, согласен, да, согласен, что если та же Сибирь получит те ресурсы, которые связаны с ее источниками, ее людьми и ее налогами, да, в общем, конечно, Сибирь и Дальний Восток они могут... Дальний Восток только Сахалин, только Сахалин, а остальные там дотационные силы. Ну, их придется датировать, потому что я бы сказал, что пока на Дальнем Востоке не удастся, если вообще удастся, создать портал для общения с развитыми странами этого региона... Тогда начнем с силовиков. Деваться некуда. Это же... Обычно, обычно, Наталья Васильевна, такие реформы силовики как раз и начинают. Ну что ж, поживем, увидим. Поживем, увидим. Спасибо. Я вас умоляю, можно я вас под камеры попрошу? Давайте мы через какое-то время, месяца через какое-то, еще раз соберемся, у меня столько вопросов осталось. Слушайте, ну тогда мне надо просто с пузырьком приходить. Я принесу. Да ладно, Наталья Васильевна, Валерьян, Валерьян. Я принесу. Да ладно, Наталья Васильевна, мы играем, а вы... А я серьезно. Вы же играете в мою профессию, а я... Здорово. А я переживаю. Я переживаю. Про институты, это моя профессия, а я спокойно. Про пространство. Поиграть про пространство. Про решение, как переносить статистику. Кстати, мотивация. Ну хорошо, вы потроллили меня, культурно же потроллили, а я... Посмотрим, ладно, конечно. Музыка. Музыка. Не обижайтесь, пожалуйста, я ничего не прав. Счастливо, до свидания. Причем. Светрия. Можно мы вам машину вызовем? Нет, мне надо, светрия. Я туда добавлюсь. Счастливо, светрия. Счастливо. Счастливо. до свидания. До свидания. Рокфорг. Рокфорг, Борь. Рокфорг.